Приветствую вас, друзья! Вечером 14 января появилась информация о том, что над акваторией Азовского моря были сбиты два очень важных российских самолета. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22М11. Воздушный командный пункт Ил-22М11 был подбит в районе населенного пункта Стрелковая в Херсонской области около 21.00 14 января. Самолет получил серьезные повреждения и начал снижаться, запросив аварийную посадку в Анапе. Также экипаж предупредил диспетчера о необходимости вызвать скорую помощь и пожарных. Удар по А-50 был нанесен в 21.15 в районе Кирилловки Запорожской области. После чего самолет пропал с радаров и перестал отвечать на запросы тактической авиации. Пилот российского Су-30 видел, как загорелось и упало неустановленное воздушное судно. Что случилось? Почему все это происходит? Уничтожение двух вражеских самолетов утром подтвердило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Уничтожение А-50 подтвердили и российские пропагандисты. Однако они заявляют, что Ил-22 все-таки сел в Анапе. Также российские пропагандисты говорят о том, что самолеты были сбиты дружественным огнем российского ПВО, прикрывающего Крымский мост, так как получили информацию о том, что по направлению Крымского моста летят украинские бомбардировщики. Движение через Крымский мост в то время было остановлено. По нашим данным, российские самолеты были сбиты украинскими силами ПВО с помощью американской системы «Патриот». Она способна сбивать вражеские самолеты на дальности до 160 километров. Ил-22М-11 был сбит на расстоянии 150 километров от возможного места пуска ракеты «Патриот», а А-50 был сбит на расстоянии от 140 до 150 километров от возможного места пуска ракеты ПВО. Вражеские самолеты разведки и управления над Азовским морем летали часто. Основная цель их полетов в данном районе – обнаружение подлета украинских бомбардировщиков Су-24М и пуска крылатых ракет «Шнурмшедоу» и «Скальп», которые уже неоднократно уничтожали важные военные объекты оккупантов в Крыму, а также корабли и подводные лодки противника. Приоритетной целью для ВСУ на данном направлении остается Крымский мост. Для повышения эффективности ракетных ударов по врагу на Крымском полуострове ВСУ систематически уничтожают ПВО противника. Теперь очередь дошла и до самолетов-разведчиков. А-50 – это очень дорогой и крайне редкий самолет. Всего их было изготовлено 31 единица, включая экспортные варианты. У России их было 9, а исправных еще меньше. На борту самолета находилось 5 летчиков и 11 узкопрофильных специалистов-операторов, подготовка которых требует длительного времени. Стоимость одного самолета А-50 в зависимости от модификации оценивается от 300 миллионов долларов до полумиллиарда долларов. А-50 был принят на вооружение в 1985 году. Он был создан на основе военно-транспортного самолета Ил-76. А-50 способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии до 650 километров, истребители – до 300 километров, крылатые ракеты – до 215 километров. Благодаря мощной РЛС он может обнаруживать цели на расстоянии намного большем, чем все существующие ракеты смогут его поразить. С помощью А-50 российские самолеты могут скрытно подкрадываться к нашим самолетам и без использования своих РЛС незаметно обнаруживать их и наносить удары. А-50 считался одной из самых сложных целей для поражения, как в принципе когда-то и ракетный крейсер «Москва». Враг утратил бдительность и поверил в себя, подлетев на расстояние в 150 километров до линии фронта. Окупанты, видимо, не ожидали, что украинское ПВО настолько дерзкое, что подкатит дорогостоящий Патриот прямо к передовой. Но ошиблись, и эта ошибка обошлась им очень дорого. Редактор субтитров А.Семкин